Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами в студии АЛЛАТРА ТВ уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Игорь Михайлович, духовный путь человека редко бывает гладким. И он, конечно же, полон и взлётов, и падений. Кому-то с трудом даются даже первые шаги, потому что есть недопонимание. Кто-то вообще идёт сугубо путём внешних действий… А кто-то в противоположную сторону. Кто-то в противоположную сторону. А кто-то доходит до середины пути и останавливается, потому что просто не знает, как ему двигаться дальше. Но самая, наверное, распространённая и большая досада, когда, казалось бы, твой корабль плывёт к духовным берегам, и вдруг он садится на мель обычной бытовой жизни с житейскими хлопотами, с порой непростыми взаимоотношениями между родными, близкими, коллегами. И тогда у людей возникает вопрос. А чаще всего с самим собой. С самим собой. Всё это уже вторично. Домашние, коллеги, друзья — всё вторично. Когда внутри нет покоя, то нет и во внешнем. Всё, друзья мои, начинается с самих себя. А то всё отговорки. Вот кто-то виноват, меня дома не понимают, меня на работе не понимают, ещё что-то. А вот я стремлюсь к духовному просветлению, а меня воспринимают как фанатика религиозного или как сектанта. Это отговорки. Неважно, кто о вас думает и что думает. Важно, как вы себя воспринимаете. Вот с этого всё начинается. Разве не так? Ну вот тоже такой момент интересный, который наблюдается. Дело в том, что когда человек находится наедине с собой, скажем, в молитве или в духовной практике, то ему легче даётся вот этот путь, легче даётся открыться и… на момент, пока он сам с собой и находится в молитве. И опять-таки, если молитва нематериальна, если она действительно направлена на духовное созерцание, на единение с Миром Духовным, тогда да. Даже если он не имеет какой-то практики большой, но у него есть внутреннее стремление, и он искренен, находясь в храме, дома, неважно, где он находится, но если он пребывает в этом состоянии молитвы, то действительно он чувствует себя уверенно, он чувствует себя защищённо, и человек начинает раскрываться. Но достаточно ему прекратить эту практику, окинуть взором окружающее пространство, и глаз за что-то цепляется. И тут же всё исчезает. И наваливается опять что? Куча хлопот, забот, проблемы житейские. Совершенно правильно. И вот люди живут такой двойной жизнью, потому что, с одной стороны, у них отведённое время… Если двойной, то хорошо, а чаще гораздо больше параллелей в нашей жизни. Получается, что, с одной стороны, вроде бы вот Бог и духовно-нравственные ценности, а с другой стороны быт и житейские проблемы. И вот Он человек лавирует между этими двумя. Вот беда в том, что на сегодняшний день слово «Бог» для многих — это как культура, привычка. А духовная жизнь — это немножко соблюдать какую-то мораль. Но в то же время оставаться таким мощным потребителем, эгоистом, зацикленным на своих проблемах и жаждущим, чтобы его все любили. Многие ведь в религию идут для того, чтобы их любили, чтобы хотя бы Бог их любил. То есть они не учатся любить, они ищут тех, кто бы их любил. И в религии стремятся к тому, чтобы их любили. А ведь в духовных практиках или на духовном пути первое, что человек должен научиться, — это любить. Человек должен научиться любить, а не искать тех, кто будет любить его, и уж тем более не желать и не ждать, когда Бог полюбит его. Если ты не любишь Бога, как же ж Он будет любить тебя? Да. Всё очень просто. И вот действительно получается, что молитва — это и есть тот первый толчок Любви, то первое зёрнышко, которое сажают? Нет. Молитва — это уже действие. Молитва, духовная практика — это всё уже определённое действие. А первый толчок — это когда человек заглядывает в себя и чувствует, что не всё так, как его учили в школе, в садике, дома. Неважно. Всё не настолько оно материально. Человек чувствует, что есть что-то большее, то, что невозможно выразить словами. И вот это есть первая толчка, первый шаг. А потом он уже ищет, как реализоваться в религии, в каком-то, скажем, духовном саморазвитии или ещё в чём-то. Интересно, что тоже говорится о том, что любая молитва, в принципе, нужна для того, чтобы достичь вот этого состояния чистоты, за которым наступает созерцание. Нет, если мы берём современные религии, то очень много магических молитв. Именно молитвы, которые направлены на магическое действие, своего рода как заклинание на потребительство. Ну это же действительно так. И, к сожалению, это было давным-давно вложено во многие религии. И это не те, скажем, практики, которые ведут к Богу. И многие их знают. Когда есть стремление к материальному, забывая или, скажем так, отодвигая в сторону духовное развитие, духовное спасение, человек произносит вот эту… я бы не сказал, что это молитва. Это заклинание больше, магическую формулу, скажем так, или мантру какую-то материальную для приобретения чего-то материального. Хотя все пророки, которые приходили сюда, они говорили, «Нельзя заниматься моей». И они же говорили, «Не просите у Бога ничего, кроме духовного спасения». Это самая высшая ценность. Это единственное, куда мы должны тратить своё внимание. И вот это духовное спасение, Любовь Божия — это единственное, что мы можем просить. Но в то же время, если мы не научимся любить Бога, если мы не будем стремиться к Нему всей душой и разумом своим, то есть на первых порах, опять-таки, почему мы говорили «разумом своим», что даже разум мы должны заставлять стремиться к Миру Духовному, то есть держать его в рамках духовных ограничений морали, нравственности и всего остального, тогда проще и легче. Тогда действительно путь открывается. А если у нас, знаешь, как 7 минут на «сейчас хочу, молюсь, чего-то прошу, могичу, выпрашиваю какие-то материальные блага, а завтра я погружен вообще в быт-материю, а потом раз в недельку вспомнил, сходил в храм, поставил свечку, причастился, сказал, покаялся, знаешь, как оно уже в современных. Грешен, грешен, грешен. Во всём, так списком всем зачитали, от убийства до воровства, и во всём-то грешен. Ты ещё тоже сталкиваешься с тем, что люди часто говорят о том, что нужно повышать вот эти внутренние вибрации, вибрации души, но потом понимаешь, для чего это делается. Они говорят, потому что в какой-то момент быстро реализовываются какие-то желания. И реально, когда ты смотришь на людей, которые идут по духовному пути, действительно наступает такой момент, что вдруг неожиданно складываться, начинают события, исполняться. То даже, о чём мечтал когда-то. А ведь когда человек идёт по духовному пути, у него единственное стремление и мечты — это как раз к духовному просвещению. А материально это, само собой разумеющееся, это не означает, что человек перестаёт, скажем, существовать трёхмерности. Нет, существует и существует прекрасно, и работа, и быт, и друзья, и всё на свете, скажем так, ничего никуда не девается. Но оно перестаёт быть доминирующим в самом человеке. Почему? Потому что основная цель и то, куда он тратит большую часть внимания, — это духовное просвещение. И вот здесь идут уловки. То есть в этот момент человек не стремится и не мечтает о материальном. Если что-то надо, зарабатывают, покупают. Ну скажем, обычная жизнь, простая математика, скажем. Но те мечты, которые были когда-то, они начинают реализовываться. Это часто и густо. Почему? Потому что человек начинает в этот момент, когда, допустим, он хотел, не имеет значения, должность какую-то, какие-то ему предлагаются, какие-то материальные блага, он их начинает получать. И в этот момент у него всплывает мысль. Вот видишь, ты стал на духовное, ты стал сильнее духовно, да? И вот тебе то, что ты когда-то хотел, оно тебе всё даётся. Ну и человек сворачивает в сторону магии. Это как раз говорит о том, почему так наполнены многие религии магией. Потому что всё, конечно, в счёте сводится вот к такому вот явлению. А почему это происходит? Тоже вот интересный вопрос. Как бы она фантастически ни звучала, но если человек действительно становится на духовный путь серьёзным, безбалавства и предательством Бога, то дьявол пытается его соблазнить. А соблазнить пытается чем? Старыми шаблонами. Он реализовывает его мечту, ту, которая у него была ещё до того, как он встал на духовный путь. Ведь князь мира сего, он владеет всем. Поэтому, я имею в виду, владеет всем в этой трёхмерности. И вся материя — она его. От должности, от здоровья до материальных благ. Ему ведь не составит труда, скажем, даже взять кого-то и сделать царём, но всеми царями, потому что он верховный царь. Всё ему принадлежит. Но сбить человека с духовного пути — это значит, ну скажем так, позаботиться о своём будущем. Почему? Потому что для него всякий, кто ушёл к Богу, это его затраты, скажем так. Поражение от дьявола, да? Ну конечно, да. А он не хочет терять своё, поэтому он как раз считает всех нас своим, своими рабами, ну и своим имуществом, своей доходной частью. Поэтому он заботится о своих, так сказать, ликвидах. Тоже относительно вот этих уловок и той духовной брани, которую ведёт дьявол с человеком, тоже в частности в христианстве говорится о том, что на первом этапе, конечно же, дьявол восстанавливает людей, потому что говорит, что духовный путь очень сложен, и ты даже туда не выдвигайся. И вот действительно замечено… Ну это же диалог говорит. Он даёт, скажем так, эмоции, это ощущение, подбрасывает эмоцию пустоты, негодования, какой-то раздражительности, злости, или, наоборот, апатии. И тут же мысли вкладывают, что духовный путь не для тебя, ты никто и ничто. А я вам, друзья, так скажу. Если дьявол строит козни, значит, вы чего-то строите. Значит, есть за что бороться. Значит, не всё у вас потеряно. А когда даётся всё легко и просто, ну значит, вы его уже достали. Он просто хочет вас вытолкнуть. И такое бывает, когда люди становятся на духовный путь настолько сильно и в служении своём, столько козней строят там самому сатане, что ему проще избавиться от этого человека, чем бороться с ним. Потому что он уже и не человек во всем, а гораздо высшее существо. Тогда и дьявол над ним бессилен. И такой тоже второй момент по поводу козни дьявола. Это когда человек действительно чувствует вот этот первый момент, первый всплеск духовный и идёт к Богу, и его не остановить. Конечно, к таким он не сразу подходит, как говорят святые ци, а что к ним он приходит тот момент, когда наступает у них ленность и вот это… Отвлечение. Вот как раз ленность — это и есть отвлечение. Когда такое, понимаешь, материальное состояние такое вот наступает, когда человек чем-то увлёкся, в быту, неважно, на работе, и вот всё своё внимание начинает вкладывать в какую-то цель, забывая о внутреннем. И вот здесь приходит сатана. В простых вещах. А ну достаточно войти и всё. Где-то эмоция пошла, где-то на кого-то уже обиделся, где-то кто-то не так посмотрел, что-то недоплатили, ну какая-то несправедливость. Вот, кстати, на несправедливости тоже часто подбрасывают такие мысли, что есть вот несправедливость по отношению ко мне, да? А всегда же «я» — это выше всего. И как только «я» начала возвеличиваться, значит, ты уже попал. Действительно, редко в мире найдётся человек, который бы либо сам не обижался, либо не обижал кого-то. Ну это же тоже один из таких серьёзнейших инструментов. Ведь все пророки как раз говорили о чём? О том, что не надо обижаться. Как бы тебя кто-то не хотел обидеть, не обижайся, прощай всё. А ещё лучше вообще не воспринимай. Если тебя кто-то стремится обидеть, то, значит, ты этого стоишь. И не в плохом смысле, а в хорошем. Даже родные и близкие, скажем, друзья, неважно, те, от кого ты привык видеть поддержку и помощь, они начинают тебя обижать. Бывает, настроение у них такое озорное, ещё что-то, или наоборот, злые становятся, в плохом настроении, и вот начинают тебя обижать. То здесь стоит задуматься, а почему так происходит? Вот простая мысль. Если ты допустил обиду, ну, значит, ты проиграл эту шахматную партию. И как раз гроссмейстер, сатана, нагрузил тебя камнями. И будешь ты ходить с этим рюкзаком, с камнями, долго-долго пока избавишься. А лучше всего вообще рюкзак не надевать. Правильно? А когда тебя пытаются обидеть, просто понять, а почему так делают и кто делают. Если человек, которого ты уважаешь, любишь, и он тебя начинает обижать, то обижает он не по своей воле. Здесь, наоборот, нужно посочувствовать этому человеку, потому что в данный момент он как Личность есть ничто иное, как инструмент сатаны. Он собой не управляет. Хотя ему кажется, наоборот, так, что он вволен, он свободен, он отстаивает справедливость, обижая тебя. Но если ты обидишься, значит, ты проиграл. Нельзя пидунести. Это самый такой, я бы сказал, не просто тяжёлый, а ещё и раскалённый металл, который приходится носить. Потому что он жжётся, он печёт, он отымает у тебя все силы, ну и побуждает на плохие мысли. Оно же одно за другое цепляется, и чем дальше, тем больше подбивает на месть, ещё на что-то, на зло. А если ты вносишь в себе зло, то в то ты. Разве ты хороший? Простой вопрос. Получается, не такое уж и смиренное чувство такое, безобидное. А если в тебе есть зло, то есть ли в тебе Бог, есть ли в тебе Любовь Божия? Конечно, нет. Если в тебе доминирует зло. А обида — это тоже зло. То же самое. Это яд, который разрушает и убивает. Правильно? Да. Вот такая ещё тоже жизненная ситуация. Ведь в большинстве своём люди, как бы обиженные, скажем, внешней жизнью, людьми, часто там обида тянется и с детства у многих людей, они идут за утешением к Богу. И вот здесь в Библии находятся слова о том, что когда ты становишься на молитву, то ты должен прощать. Потому что если ты не простишь, то и Бог тебя не примет, не прощает. И вот это шок для людей. Как так? Вроде бы как же он может быть так жесток? Я же прав, мне незаконно нанесли эту боль. Бог — это Любовь. Он не может быть жестоким. Но Бог видит Любовь. Он не видит ненависть, Он не видит злость. Это наш мир. Он очень узкий и очень маленький. А Бог — это всеобъемлющий. Ведь у нас масса миров. Их огромное несчётное количество. Даже параллельных миров масса. И здесь, где мы находимся, масса Жизни. Вот даже в промежутке между нами с тобой огромное количество Жизни находится, Живой Жизни. И Бог — это Любовь. Он, ну разве будет Он следить за всякой, извини меня, молекулой, которая на амбициях и злостью? Зачем она? Мы ведь тоже не следим за этим. Правильно? Да. Вот простой вопрос. Что мы замечаем, глядя на птиц или вообще существуя с птицами, мы замечаем, как красиво она летит, как красиво она поёт, как красиво она выглядит. Да? Или же, как нехорошо она поступила, испачкав твой автомобиль. Ну или на человека попал. То есть вот мы замечаем, что плохое и хорошее, мы люди, мы двойственные, мы видим зло, мы видим добро. У Бога нет зла. Нет и быть не может, потому что Он Бог. У Него нет этого. И Он не может это видеть. Это не Его, это наше. Это то, в чём мы существуем. Мы существуем в материальном мире. Здесь есть, извините, физические взаимодействия различных тел, есть трения, есть процессы гравитационного взаимодействия, ну и, скажем, других сил, слабых, сильных и тому подобное. Это вызывает и химические реакции, и многое другое. Вот смотри, какая здесь вся сложность в простоте своей. Здесь есть масса эмоций, хороших, плохих и тому подобное. Здесь и хорошие люди становятся злыми, пусть не всегда, но бывают. Почему? Потому что этот мир, вот эта вот химическая кухня, вся эта алхимия этого мира, она принадлежит сатане, а Богу принадлежит лишь Жизнь и Любовь. То есть Ему принадлежит всё, потому что это всё, все миры — это то, что создал Бог. А мы уже в одной из передач говорили, что для Бога достаточно лишь подумать, чтобы это было и это проявляется. Но Он видит нас лишь тогда, когда мы этого достойны, когда мы любим Бога, когда мы живём. И вот когда у нас начинается Жизнь, когда мы приобщаемся к Миру Духовному, тогда и Бог нас видит. Видишь, вот просто, и об этом говорили издревле, и многие об этом знали. И сколько святых, настоящих святых, которые постигали духовные практики и в действительности приходили к Богу. И они описывали свой путь, и они описывали его именно так, что они почувствовали Бога, и что они поняли, что такое Жизнь. И они в ответ получили Любовь Божью. Так же? Да, когда направляешь молитву, то в ответ получаешь вот это созерцание, и ты видишь, как это сёрнышко посеяное прорастает. Совершенно правильно. И вот в этом смысл. Они же об этом и говорили. И они говорили, когда мы с сатаной, мы стаемся в тени, нас Бог не видит, потому что мы не идём к Нему. Это так. Но мы же, пребывая в тени, мы что делаем? Мы обращаемся к Богу с мантрой или там с магической формулой в виде молитвы и начинаем выпрашивать чего? Материальный облак, оставаясь в служении сатане. А потом что мы делаем? Обижаемся на Бога, что Он нам не дал. Или же мы делаем вид, что мы любим Бога. Мы исполняем все ритуалы той или иной религии, к которой мы принадлежим. Мы свершаем все эти ритуальные действия, всё как положено, как нам говорят. А потом у нас случается беда, и мы обвиняем кого? Бога. Потому что Он в нужный момент закрыл глаза и не увидел, и допустил, чтобы с нами что-то случилось. Ну так же? Перекладывание ответственности постоянное. Вот к этому я и вёл. То есть мы занимаемся и симонией, и перекладыванием ответственности, и мы забываем за Любовь. Ещё что страшно, мы боимся Бога. Так же? А потом думаем, а почему же Бог нас не лёмит? А почему же у нас нет Жизни? А ведь это очень легко. Когда человек живёт с Богом, он никогда не бывает один, у него никогда не бывают грусти и печали. Ему достаточно заглянуть внутрь себя. И там бескрайность, там Жизнь. И всё внешнее, оно просто перестаёт существовать. Но это же так. Это истинная молитва. Это и есть та божественная составляющая, которая пробуждается в каждом из нас. Ведь в каждом из нас есть частичка Мира Духовного. Разве не так? В списьме говорится, что когда ты идёшь к нему, то он бегом устремляется к тебе навстречу. Настолько велик вот этот отклик и настолько велика эта радость встречи. И насколько он прекрасен. Но мы сами ставим себе препятствия на пути к духовному спасению, ну а на самом деле к Жизни. Сами. Своим выбором, своей ленью. На самом деле слушая шёпот в голове. Ведь дьявол никого из нас не взял за штирку и не вытащил из рая. Ну разве не так? Разве он делает что-то? Нет. Он всего лишь подбрасывает мысль. Он всего лишь заставляет нас прочувствовать какую-то эмоцию, ненависть, зависть. Он заставляет нас жить злостью. Не жить, существовать. Для него это хлеб, для него это жизнь. А мы забываем о том, что всё, что живёт в тени, оно питается за счёт нашей слабости, за счёт нашей бездуховности и за счёт нашего предательства Бога. А ведь когда мы становимся, скажем, в противостоянии Богу, мы Его предаём. То есть мы предаём Господа, когда начинаем служить сатане. Разве не так? А когда мы злимся, мы разве с Богом? А когда мы завидуем, мы разве с Богом? А когда мы обижаемся? А когда мы с обидой становимся в исполнении молитвенной практики? Говорится, что молитва злопамятна, это то же самое, что сеяние на камне, то есть она бесплодна. Ну здесь немножко они пытались мудрость сказать, а сказали глупость. Сеяние на камне — это удел пророков или служащий Господу Истинно. Вот они несут зерно в служении Господу. А те, кто, скажем, в злопамятстве выполняет духовную практику, он просто занимается глупостью. То есть он занимается магией. Потому что в злопамятстве, в злобе человек не просит Любви Божией, не стремится любить, он просит что-то материальное. Он опять начинает вот эти магические формулы, мантры. Это не молитва, это призывы к сатане. А вот ещё тоже такой момент, что в исламе есть такие слова, что самый ненавистный для Аллаха — это человек, который непримирим в спорах. Вносительно этого ещё поговорить хотелось бы уже... Это гордыня. Что такое спор? Отстаивание своей точки зрения, отстаивание Истины, ещё что-то. Я скажу так, друзья мои, когда человек знает Истину, он не спорит. Он всего лишь наблюдает за тем, кто заблуждается. Он может поддерживать, может разделять мнение, но доказывать человеку, который не знает Истины, о том, что Истина существует, это смешно. Почему? Потому что тот, кто убеждён, что знает, но не ведает, он всегда отстаивает, потому что он, по сути, он понимает, что он не ведает Истину. Но он пытается своей агрессией навязать своё мнение. Спор — это недостаток знания, недостаток опыта. Разве не так? А когда человек обладает опытом и истинным Знанием, он не вступит в спор ни с кем. Поэтому как раз и говорится так, что спорящие… Нависно для Аллаха. Да. Правильно. Почему? Потому что в споре побеждает один — сатана. Хотя многие думают, что в споре рождается Истина и что они пытаются разобраться, так ли это на самом деле или не так. Споры, диалог — вещи разные. Когда мы пытаемся разобраться, где есть Истина, мы сопоставляем, сравниваем, мы на равных, у нас нет эмоций и отрицания друг к другу, у нас нет гордыни и возвышения друг на другом. А весь спор и суть спора заключается, когда спорят двоя. То есть всякое «я» пытается возвыситься над другим. Это, знаете, качели дьявола. То есть он одного подвинет, потом другого, а на самом деле оба платят ему дань, а дань платят жизнью своей. Это глопо и смешно. Ну, скажем, Бог их просто не видит. А это уже пояснение людям идёт, что они ненавистны Аллаху, Аллах их не видит. Они для него не существуют, пока они в тени. Знаешь, как бы я сравнил? Вот пришла ассоциация такая. Представь, что Аллах — это Солнце. Ведь раньше Ра, да, это называли Солнце. Ну это ассоциативно было. И вот Солнце, оно светит прямыми лучами и видит всё, что на Солнце. Но есть тень, то, что спрятано от Солнца. И вот всё, что в тени, оно скрыто от лика Аллаха. Класс. То есть это просто и легко. Будь на Солнце, будь перед Аллахом, любви Его всем сердцем, и Он будет тебя видеть. Потому что ты становишься как скала, как огромная гора, которая сама сияет. Невозможно такое не заметить. А когда ты прячешься в тени, ты как мышь под плинтусом или под шкафом, как же Господь тебя увидит, когда ты служишь в сатане? Никак. Те, кто служат Богу, те, кто рядом с Богом, это, получается, лучи вот этого Целого, этого Солнца. Те, кто служат Богу, но это немножко другое. Игорь Михайлович, но вот тоже ещё хотелось какой бы коснуться темы. Это тема фанатизма. Казалось, она очень далёкая для каждого человека. Нет, недалёкая. Фанатизмом страдают очень многие люди. Фанатизм — это недостаток знания и нежелание познавать. А ведь организации, они устроены так, я имею в виду те, что занимаются духовным развитием, они устроены так, что всё, что они делают, оно направлено на развитие самой организации и поддержание её авторитета, её власти, власти самой организации. Поэтому вот эти организации, они заинтересованы в том, чтобы их адепты были фанатики. Почему запрещается там читать другое, что-то изучать, говорят, «Это всё от сатаны, не вздумай» и тому подобное. Ведь познание, оно не может быть от сатаны или от Бога. Познание — это наша свобода, свобода Личности. Мы не можем сделать выбор, если мы не познали. И когда нам запрещают познавать это что-то, это навязывание как раз идёт от сатаны, но не от Бога. Бог сказал, «Ты свободен в выборе своём и в служении своём. Ты вправе выбирать жизнь или смерть, только ты человек. Поэтому любые Знания, они тебе открыты, и ты можешь это изучать, и ты должен это изучать». А как же? А когда запрет идёт, это уже явно рука дьявола. Но тогда человек становится фанатиком. Вот тебе, допустим, определённая литература, вот тебе план действий, руководство к жизни, и всё остальное ты должен отметать. И вот тогда ты спасёшься. То есть дают очень простую, лёгкую формулу. Тебе достаточно соблюдать определённые правила, которые тебе сказали. Ну, к примеру, там, определённая одежда, определённая прическа, определённое поведение, ну, скажем, и в быту, и в доме, и в отношении данной религиозной организации. И всё. И тебе рай обеспечен. То есть, понимаешь, в чём дело? Внешними действиями они закрывают путь к Господу, потому что путь к Господу лежит только через сердце твоё, ну, имеется в виду через душу, то есть через внутреннее. Они закрывают это всё, закрывают внешним действием и навязывают, что всё остальное должно отрицаться. И человек становится фанатичен. Фанатичен почему? Потому что внутри он пуст, и он это знает. И вот это самый большой парадокс. Человек внутренне знает и понимает, что он не нашёл Господа, что в нём нет силы, от силы Любви самой нет. Но в нём есть определённый набор действий. И он понимает, что если он вот так будет действовать, ведь ему сказали, но он забывает, что ему сказали люди, а не пророки, не посланники Господа сказали быть таким, а люди, которые от их имени это говорят. И человек, ну просто убеждён и выбрав в себе лёгкий путь, который, ну как бы должен ему гарантировать и обеспечить нормальное существование потом, или там контрамарку в рай, билетик такой на пропуск, то он как раз и становится вот этим фанатиком, отстаивая вот эти заблуждения. И это очень удобные люди для организации. А в духовном плане, ну ты мне извини, ну скажем так, всякий, кто действительно занимался духовным развитием, он расширял свой кругозор и по другим религиям, и по всему остальному. И вот сколько святых, которые действительно приходили к Богу через духовное познание, это обычные люди, а в конечном счёте они приходили к пониманию, что Бог один, такой универсальной формуле, и все пророки от Него. И говорили они одну и ту же Истину, и с одной и той же целью приходили. Приходили не к какому-то избранному народу, а ко всем, и говорили со всеми людьми. И они приходили к простому пониманию, что Бог — это Любовь, а всё остальное — это происки сатаны и его рабов, вернее, происки сатаны через деяния его рабов. Так будет правильно. Ведь мы же, находясь в рабстве у сатаны, мы это же всё и делаем. Мы искажаем Истину, мы порабощаем собственную, скажем, Личность своим сознанием, так же стремимся поработить и другие. В надежде на лучшее мы теряем Истину. Действительно, ведь в монополии Жены Истины не существует, она не может существовать. Истина принадлежит Богу. Никто, даже дьявол, не смеет на неё покушаться. Но тем не менее, её коверкают, её искажают. Люди есть люди. Так что фанатизм — это крайне опасная штука. Она не ведёт к Богу. Фанатизм он ведёт как раз в атом. Это действительно. Всегда наполнен ненавистью, да? Если мы глянем на фанатиков, то у них доминирует зло, у них доминирует ненависть, у них нет любви. Нетерпимость от ближнего. Вот очень хорошо. Вот многие замечали, я приведу простой пример, во многих храмах, не будем выбирать какую-то религию, это беда всех храмов, всех религиозных организаций, когда всегда находится какой-то слишком духовный, просвёщённый бодхисаттва или, скажем, святой, который всех отдёргивает, но всех рычит, и злой, как собака, находясь в храме Божьем. Ну кто не сталкивался с такими людьми? Порядки наводит. Порядки наводит, точно. Да, вот пришла тоже мысль такая про то, что действительно фанатизм стоит в позиции, что это такое чёткое отстаивание своей правоты, своей точки зрения, и нетерпимость к точке зрения другого. Это как бы такое бытовое явление. Ведь каждый из нас, получается, во всех этих спорах каких-то семейных, бытовых, является по сути фанатиком сознания. Конечно. То есть мы остаёмся манипулируемыми сатаной. Да. Неважно, по какому поводу мы спорим, что мы отстаиваем. Вот посмотри, как люди спорят и отстаивают. Если самой хочется поспорить, то что пробуждается внутри? Откуда идёт? Ведь если мы глянем по конструкции человека даже или по субъективным ощущениям физическим, всё одинаково. Где зарождается? Как оно движется по телу? Просто люди, понимаешь, вот я скажу так, людей отучили смотреть, людей приучили слушать. А разница огромная. Когда человек смотрит в себя, когда он наблюдает за теми процессами, которые происходят, как она в нём загорается, эта злость или ненависть, или это стремление поспорить, как происходят вот эти волны энергетические, какого они окраса, ведь всё в этом мире есть не что иное, как цифра, краска. Правильно? И опять-таки мы приходим к чему? К тем же вибрациям. Всё происходит так. Вот просто, элементарно. Как только начинает тебя одолевать какая-то эмоция, посмотри, откуда она идёт и что она тебе даст. То есть в данном случае необходимо смотреть на причины и следствия. Даже если следствий нет, но есть причина. Тебе зарядилось желание поспорить, что-то доказать. Не важно, чего это касается, рецепта, приготовления какого-то блюда или духовный аспект. Не важно, всё одинаково. Но ты пытаешься отстоять своё. В тебе вскипает что? Вот вопрос вскипает. В тебе происходит химическая реакция, которая опять-таки с перераспределением определённой энергии. Ну так же ж? И ты втягиваешься в этот процесс, и ты уже становишься зависима от этого процесса. Почему очень сложно выйти из спора? Потому что доминация эгоизма. Разве не так? Особо накал приобретают дебаты, когда рядом ещё и зрители есть. О, если зрители есть, то тем более, ведь тебе есть перед кивом, опять-таки что? Эгоизм, гордыня и все составляющие как раз человеческой никчёмности. Или я бы сказал так, все отличительные знаки — раба, сатаны. Ведь из наблюдений тоже, когда собеседник отстаивает какую-то точку зрения, у тебя автоматически, ты прямо отслеживаешь, как рождается желание занять абсолютно противоположную точку зрения. Знаете, как в физике ты знаешь, что заведомо неправа. Плантовая запутанность. Там плюс, тут резко минусов. А тут сразу минус проявляется. А как же? Потому что это материальные частички, так и люди, они материальные. Как только происходит взаимосвязь, а взаимосвязь — это, извините, не только Любовь или какое-то желание или стремление к чему-то, это также и ненависть, это также сопротивление, это также, скажем так, как говорят, спортивный азарт выиграть у кого-то, то есть противостояние такое. Ведь это всё составляющие одного и того же блюда, блюда сатаны, которым мы являемся. Мы есть, мы, человечество, есть его кухня. А вот тоже ещё хотелось бы поговорить про благодарность, потому что про благодарность что говорят? Вот в частности, в суфизме говорят, что это первый шаг такой к Богу. А в христианстве я тоже встретила интересные слова, что благодарение имеется Бога и за себя, и обязательно за ближнего, оно отрывает человека от земли и делает из людей ангелов. А за ближнего — это уже добавлено, извини меня, благодарение Господа за ближнего, это и есть элемент магии. И добавлен он уже был как раз самими вот этими религиозными организациями. Смотри, как происходят тонкие подмены. И ведь почему я назвал гроссмейстером этого мира сатану? Потому что он очень умный, он существует миллиарды лет, и он видел многих. И видел всё. Поэтому функция этой программы такова, чтобы вводить в заблуждение нас. Почему? Если мы недостойны, и если мы идём на это, значит, мы не имеем права войти в мир духовный. Мы слабы, мы незрелы, и мы недостойны быть частью мира духовного. Вот я отвлекусь немножко, я просто постараюсь пояснить. Представьте, есть вот, давай скажем, на камнях, да, вот драгоценные камни определённой чистоты. Вот наивысшая чистота — бриллианты. это одна сторона. А есть бриллианты, но они с краплениями зрязи, и цена резко падает. Почему? Потому что не с краплением. Могут они сопоставляться уже в цене или ещё в чём? Не могут. А есть стекло. Оно же тоже похоже на бриллианты, но оно ничего не стоит. Разница понятна? Да. Так и здесь. То есть достойнейшие, чистейшие и твердейшие, они достойны войти в мир духовный. А те, кто с краплением желаний, грязи, эгоизма, ну как можно таких пустить в мир духовный? Они ведь не будут равные среди равных. Или стеклянная поделка, да. Или просто поделка, симония, которая блестит, как бриллианта, но на самом деле тихо, стеклянная. Так же? Так вот. В чём заключается вот эта подмена, когда человек благодарит Господа за себя и обязательно в крапление ещё и за другого? Понимаешь? То есть естественно, что человек должен благодарить Господа, это естественно, это посыл Любви, благодарности, особенно, когда он чувствует ответ или когда происходят в нём положительные перемены, духовно положительные, когда он начинает чувствовать эту свободу, когда уходят из него вот эти тени, когда он становится, ну скажем так, как тот же бриллиант на Солнце, насыщаясь этим светом, да, и он способен освещать кого-то. И вот здесь естественно идёт что? Что мы можем дать Господу, кроме Любви и благодарности? Ничего. И вот отсюда идёт благодарность. Это внутренняя потребность и состояние. Мы перенаправляем своё внимание. Но нам говорят и обязательно за другого. И вот здесь начинается элемент магии, потому что мы обращаемся, мы как Личность, а у нас контакт только может быть с Богом, только за себя. Но мы начинаем к Господу обращаться с благодарностью за то, что дал мне хорошего друга или ещё что-то. Вот смотри, какой хороший друг и вот тому подобное. Вот спасибо Господи. И начинается материальный диалог. И вот с вот этого стремления поблагодарить Господа за другого и начинается магия. И заканчивается чем? Господи, дай мне здоровье, дай мне утешение, дай мне любви побольше, дай мне материальных благ, денег, власти, секса, что ещё и всего остального и побольше. И не забудь дать двойне. Да? Ведь я же такой хороший. Смотри, начинается с простых элементарных вещей. Так же? Тонкие воды сразу же. Очень тонкая манипуляция и очень тонкая подмена. Якобы это шло от пророков. Нет, пророки говорили, есть Бог, есть ты. Ты ответственный из-за себя. Никто за тебя не зайдёт, в драта Божья. Никто за тебя не даст тебе Жизнь, только ты. Понятно, что такие Личности, как Иисус Христос, они имели возможность даровать Жизнь кому-то и посланники, и Дух Святой. Конечно, он может. Вопрос не у них, вопрос у нас, обычных людях. Разве можем мы кому-то что-то дать? В этом мире можем. И вот в этом мире мы и должны давать. И когда мы становимся на служение Божье, а это что значит служение Божье? Это когда ты сам понял и в тебе зарождается стремление и желание помочь кому-то. И вот здесь мы можем помочь. Понимаешь? Но благодарить Господа за то, что Он дал тебе хорошего друга, или не только за себя благодарить, а ещё за кого-то, что кто-то прозрел, это смешно. Вот это и есть уже подмена, это уже есть элемент магии, очень тонкий и простой. Нули, в диалоге с Богом же исчезают, получается, все другие, там нет в этом процессе. И вот смотря, открою, ещё один момент вот интересный за благодарность. Часто Бога благодарят за своих детей или за то, что вообще у человека не было детей, а тут они у него появились, он благодарен Богу за то, что Господь послал ему детей и ещё что-то. И это нормально во всех религиях благодарить за всё хорошее. Мы любим своих детей, мы их хотим, они к нам приходят по велению Господа в материальный мир ещё одна Личность с неопределённым выбором. Получается, что мы реально чего-то ожидаем. Мы реально не смотрим. И мы относимся к Богу как к игре. Мы относимся к Богу как к чему-то непонятному. И беда в том, что нам не объясняют с детства, что такое мир духовный, что такое он Бог, и как выстраивать взаимоотношения. Но в действительности нас не учат. Нас учат быть рабами той или иной организации и прикрываясь Богом. Почему? Потому что мы, оказывается, должны служить организации, посредникам. И вот смотри, любая организация говорит, «Ты не имеешь права от нас выйти». Если ты вышел от нас, всё, ты не спасёшься, ты предал организацию, ты предал Бога и тому подобное. Так же ж? Да. Собственность опять. Конечно. И человек является собственностью, собственностью или сатаны, или организацией, или кого-то другого. А человек не должен быть собственностью. Ведь человек, даже входя в мир духовный, он не становится собственностью Бога, он становится его частью, частью мира духовного, бескрайней. Разница огромная. У суфиев есть понимание, это оно сохранилось ещё. И вот когда они рассказывают или я в тебе, или ты во мне. Пусть идёт. Вы тоже говорите о том, что истина не принадлежит религиям, что она есть во всех религиях. И действительно, вот так если поразмыслить, то получается, что все составляющие, которые нужны для спасения, они находятся вне, скажем так, религиозного контекста. Та же душа, да? Есть у каждого человека. Проще скажу. Какой религии принадлежит душа? Друзья мои, простой вопрос вам задам. Какой религии принадлежит Бог? Бог один для всех. Так же? Любовь и Божия. Какой религии принадлежит истина? Истина — она одна. Она не может принадлежать кому-то или чему-то, будь то организация или кто-то. Бог один, и Он наш Бог. Истина — она одна, испосланная Господом нам. Так же? И душа наша, она принадлежит только Богу. Она нам не принадлежит. Это чтоб понимать. Для того, чтобы она стала нам принадлежать, мы должны стать частью Мира Духовного, и нам как Личности надо очень много потрудиться. Нам надо перешагнуть через сатану, нам надо победить себя и научиться любить Господа. И вот тогда у нас есть шанс, что душа станет наша. И не мы спасаем душу, мы спасаем себя. С душой ничего не может случиться. Она часть Мира Духовного. И она и есть та дверь, через которую мы можем войти в Господь. Опять-таки, и дверь — это для всех одна. И это всё нас должно объединять. Но мы ни в коем случае не говорим, что религия — это плохо или ещё что-то. Религия — это традиции, религия — это своды законов, это жизнь миллионов людей, это наша история. Ничего плохого нет даже в сатане, если мы не являемся его рабами и если он не управляет нами. Разве не так? Да. Действительно, есть такое выражение, что двери ада закрываются изнутри, что мы сами… Только так. Мы сами открываем двери рая, и мы сами же открываем двери ада. И это право нам даровано самим Господом Богом. И вот главное помнить об этом. Если тебе становится вот тоскливо, плохо или всё печально, то глянь, какая дверь в тебе открыта. Просто закрой её и открой другую. И живи, и будь счастлив. Разве не так? Да. Да, мы зацепили с тобой как раз пласт обычной человеческой жизни, о которой можно говорить до бесконечности. Но самое главное и самое простое — это просто любить Бога, любить и уважать друг друга. И тогда всё становится простым, ясным и понятным. Когда мы действительно преданы Господу Богу, когда мы действительно Его любим, нам ничего не мешает жить. Знаете, что я вам скажу ещё? Ведь когда человек находится действительно вот в духовной практике или действительно в высшем состоянии, в молитвенном состоянии, где он чувствует Господа, то все эти люди, они равны. У них нет религии, у них нет противоречий. Почему? Потому что у них нет служения сатане. Они свободны от сатаны. И они едины в Боге. Они едины в Любви к Богу. Вот так мы и должны жить. Когда всё отпадает, все вопросы уходят, всё становится пустым, понятным и простым. Очень просто жить. Просто любить. Уважать друг друга, помогать друг другу. Любить и уважать, скажем, души всех людей. Ну и самое главное — это искренне по-настоящему любить Бога и не держать в себе зла, не носить этот рюкзак с теми грехами, как говорят, которые туда закладывает нам сатана. Ведь это наше право — нести рюкзак или не нести. На самом деле мы не рабы сатаны. Нет. В каждом из нас есть Ангел. И вот важно дать ему свободу, освободить его из путь сатаны. А инструмент один — Любовь Божья и преданность Богу. И просто любить друг друга. Спасибо, друзья, что были с нами. Давайте просто, просто любить друг друга и любить Бога нашего. И всё будет хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует...